Антон, как много сейчас в вашей сети держателей карт лояльности, как их число меняется, скажем, с прошлым годом? На данный момент у нас порядка, более трех миллионов человек с картой именно активных пользователей. Все дело в том, что у нас есть такая особенность, наши карты, они не имеют срока годности. Если покупатель перестает ей пользоваться, то через год или через полгода, как у некоторых ритейлеров, с картой ничего не случится. Поэтому мы ориентируемся на активных пользователей. Активных у нас чуть более трех миллионов человек. Как прирастает, скажем так, от года к году? Как у меня было на слайде, что если брать с января 2021 года, то количество участников переросло на 40%. Но здесь справедливости ради стоит отметить, что, наверное, это не столько заслуга непосредственно программы лояльности, сколько заслуга всей команды, всей компании. Потому что рост, он обусловлен органическим ростом и сети в том числе. Если говорить про вовлеченность именно покупателей с картой лояльности, то, что у вас тоже были цифры обозначены, то о каких цифрах сейчас речь идет? Ну, смотрите, если мы говорим про вовлеченность, то в чеках это порядка там 60%. Если говорить про выручку про товарооборот, то это порядка там 75-77%. И тут важно, что мы говорим о всех держателях, то есть не различая на каналы оффлайн или онлайн. Какие сейчас основные у вас механики и инструменты используются? Ну, основная механика, имейте в виду в программе лояльности. Да. Ну, одна из самых востребованных механик – это любимый продукт, когда человек выбирает продукт, который на завтра у него с завтрашнего дня и в течение 7 дней будет со скидкой 20%. Ну, такое большое вовлечение в эту механику связано с тем, что активную часть себе принимает розница, предлагая покупателю установить или поменять любимый продукт. Вот. Ну и плюс довольно простые условия. То есть 2 дня – 500 рублей, если условия выполняешь, можешь устанавливать продукт. Про сложные механики, такие как разнообразное питание – там вовлечение меньше, но там больше… как бы вовлечение количественное меньше, но вовлечение качественное там больше. То есть там больше чеков с этой привилегией и, ну, в целом, больше показатели, которые именно качественные по этим чекам. Вот вы сказали про любимый продукт, что он со следующего дня начинает действовать. А вы как-то анализируете, допустим, влияет ли количество людей, выбравшие любимый продукт, на, скажем, того, сколько его появится там как-то вот на прилавке там завтра, послезавтра и так далее? Либо вот это пока, ну, не так работает? Ну, на самом деле, в том числе, возможность установки любимого продукта на завтра позволяет нам корректировать, ну, как бы, запасы, что ли, да? А это реально сделать, вот, учитывая такой малый период времени сутки? Ну, это… Сутки, да. Если говорить про поставки, которые у нас идут, то у нас же вообще в магазин поставки приходит каждый день. Вот. Но другой момент, если мы говорим про планирование в целом поставки от поставщика, то, конечно, здесь тяжелее. И здесь, скорее скажу, что не получается это сделать, потому что… Ну, это нереально. Человек, я сегодня поставил вечером, мы же не можем позвонить поставщику и сказать, да кинь еще плюс один товар, потому что у нас его поставили. Кроме того, мы же не знаем, где вы его купите. То есть вы можете пойти в магазин, вы можете заказать в онлайне, вы можете пойти в разные магазины, вот. Поэтому, ну, общая динамика, она учитывается, но так прям, чтобы влиять напрямую, как, например, промо на объем закупки, то тут, ну, нет, такого нет. Как в целом вы решаете, вот, что попробовать, что выводить? Как вы сейчас… Откуда вы изучаете покупателей? Откуда информация вся основная стекается? Ну, первое, наверное, самое главное – покупатели сами к нам приходят с обратной связью. То есть у нас довольно такие доверительные выстроенные отношения с нашими покупателями. Они с нами делятся как радостями, так и горестями. И у нас есть даже отдельный пул покупателей, которые приходят и рассказывают нам о том, как они столкнулись с какой-то проблемой, но не для того, чтобы получить бонус или купон, а для того, чтобы, ну, помочь нам быть лучше, чтобы мы эту проблему исправили. Это первая экспертиза, которая есть у наших, у нашей команды, которая работает. Это второе. Ну, и, конечно, исследование. Исследование, которое делает наш собственный отдел исследований. Исследование, которое выходит общий, там, по рынку. Вот. Мы на них обращаем внимание, смотрим, куда идут тренды, и стараемся, ну, не слепо им следовать, там, о, появилась какая-то штука, давайте тоже сделаем. Мы проверяем, безусловно. То есть мы берем какую-то идею и можем, там, на небольшом количестве людей ее попробовать или в вопросе вообще спросить, вот, надо вам такой или не надо. Вот здесь рассказывали о такой вещи, как программа разнообразного питания. Она, вот, честно, как бы на слайде довольно сложно выглядит. Насколько покупатели легко, насколько легко вообще объяснить покупателю, что вы от них хотите, условно говоря, когда вы такие штуки вводите? Это действительно такой большой челлендж для нас, для всех, когда мы вводим новые продукты, потому что они у нас не похожи на, там, продукты, которые привычны покупателю. Вот, но на самом деле, наверное, была просто такая небольшая ошибка моя в части постановки слайда, да, что конкретно я хотел на нем подсветить. Но для покупателя все намного проще. Ему же не обязательно знать, насколько люди в период, допустим, накопления начинают тратить больше, чем в период трат, да. Ему важно знать, что ему важно знать, что ему нужно принять в нем участие, нажать в приложении. Есть период трат, период накопления. Можно накопить от 3 до 10% скидки, совершая покупки разных товаров и ставя оценку в приложении. За последние годы у вас все так активно пошло в регионы. А вообще вот в регионах насколько отличие, есть ли какие-то отличия по тому, вот какие механики, какие инструменты использовать? Просто здесь, да, в Москве люди более такие диджитализированные, они там почитают. А что в регионах, как обстоят дела? Вы знаете, честно говоря, мы не видим какое-то заметное отличие в поведении. То есть я не могу сказать, что в Москве у нас люди прям очень любят и активно пользуются разнообразным питанием, а в регионе нет, да. Нет, есть люди диджитализированные здесь, и есть и в Москве люди, кто говорит, говорит, нет, вот спасибо, можно мне, пожалуйста, то, что я рассказывал, подписка на скидку, не хочу я ничем вашим пользоваться, будьте добры мне, пожалуйста, какой-то предложить другой инструмент, мы его предлагаем. В то время как в регионах бывают ребята, которые еще и пишут предложения по улучшению, что я заметил, у вас работает так-то, так-то, а не думали ли вы сделать вот так, смотрите, это будет круче. Ну, я как понимаю, любая вот эта инструмента, он же направлен на повышение конверсии. Вот что такое, что было самым таким, скажем, вот наиболее, от чего вы наиболее сильную отдачу получили в плане конверсии, например? Вовлечение розницы. То есть когда, ну, вовлечение команды, наверное, компании в целом, это дает очень большой вклад, потому что, ну, например, коллеги из коммуникации готовят оффлайн-коммуникацию, они не забывают добавить про лояльность, да, не потому что мы пришли, попросили, а потому что просто вот, ну, это само собой разумеющество, что надо про это сказать. И то же самое большое спасибо коллегам из розницы, кто действительно помогает вовлекать людей, и поэтому любимый продукт идет у нас с большим отрывом от прочих механик, которые через розницу никак не проходят. То есть то же самое разнообразное питание, 6 скидок, это то, где покупатель должен повзаимодействовать сам с мобильным приложением. А любимый продукт, он, ну, как бы имеет такую популярность, потому что розницы советуют, помогают, рассказывают. Вот сейчас такое время на рынке, сложное, хотя, мне кажется, оно сложное уже несколько лет подряд. Не страшно экспериментировать вот со всеми этими штуками? Вопрос, мне кажется, такой философский, потому что, ну, мне не как бы, как это правильно сказать? Мы, давайте так, магазин, в котором продаются продукты. И когда, мне кажется, что когда покупатель, он, вот, как бы к нам приходит, он в этот момент, ну, занят какой-то очень понятной ему миссией. То есть ему нужно купить что-то на обед, на ужин. Вот, и всегда будут покупатели, кто чуть более нами доволен, кто менее доволен. Бывают покупатели, кто нам приносит эту обратную связь, кто нет. Поэтому, если не делать экспериментов, мы себя лишаем большой возможности развиваться. Такого большого стрима какой-то новой информации и какого-то развития дальше, которое на самом деле и покупатели от нас ожидают. То есть, может быть, это не выражено в формате вкус, я хочу новый продукт лояльности, но если мы ничего не будем менять и развиваться, то покупатели сами в какой-то момент поймут, что им уже вот то, что мы предлагаем, не нужно. И перестанут этим пользоваться. А классическая промо у вас есть в магазине? Классическая промо, конечно. Оно как-то отдельно от программы лояльности или оно вписано в нее? Нет, оно включено в программу лояльности, выражено в виде продуктов желтой и оранжевой ценники. То есть, желтый ценник – это специальная цена, когда покупаешь, применяешь карту. Оранжевый ценник – это от нескольких штук, когда покупается одна и та же позиция. Это классическая промо в том плане, что как это видит покупатель, но для нас промо – немного другой подход, чем в целом по рынку. То есть, у нас есть там целый ряд требований, которым должен товар соответствовать для того, чтобы он попал в промо. По-вашему, в целом, вообще, есть вариант, при котором ритейлеры когда-либо откажутся от промо? Потому что разговоры о том, что нужно слезать с этой иглы, вот идет, я не знаю, последние несколько лет точно. При этом ничего не происходит практически в этом направлении. Что должно произойти, по-вашему? Во-первых, нужно, наверное, сначала понять, откуда такая тема и такие разговоры появляются. То есть, с какой целью вы хотите с этой иглы слезать. Я сейчас не говорю, что сидеть на ней – это хорошо. Вопрос, наверное, больше в адекватности этого использования инструмента. Инструмент действенный – это правда. Всегда будут покупатели, для которых промо имеет значение в части выбора того, где они совершают покупки. Рациональное использование этого инструмента и не предложение, и не, как сказать, важно не передавить в том месте, где оно не нужно. Есть реально покупатели, которым промо не нужно от слова совсем. Мы даже сейчас пробуем такие сегменты покупателю выводить, потому что мы понимаем, что отправляя им те же самые коммуникации с предложением опрома, мы раздражаем, потому что покупателю это не нужно. Но есть и сегменты, кому это необходимо, важно, нужно, и вопрос правильного этого разделения. У вас есть такая вещь, как реализация остатков с товаров с сроком годности, с небольшим, со скидкой. Вот это как вписывается в вашу программу лояльности? Насколько он, скажем так, помогает, может быть, знакомить покупателей по другой цене с товаром, который, может, за полную стоимость они бы не купили? Как это работает вообще? Продукт, про который вы говорите, называется «Зеленый ценник». Он не находится в управлении лояльности, он находится в управлении магазинов. Но почему так сделали, в чем идея? Каждый магазин, он разный. Разный с точки зрения своего местоположения, разный с точки зрения того, какие туда приходят покупатели и когда они туда приходят. Есть магазины, которые находятся, я не знаю, там, на пути от метро к какому-то большому жилому комплексу. И понятно, что в нем будет нагрузка, когда люди будут возвращаться вечером с работы. Есть магазины, которые находятся рядом с парками и туда больше заходят люди, например, днем, когда приходят в парк гулять. И поэтому управление зеленым ценником предлагается магазинам, потому что магазин лучше понимает этот товар, если его сейчас не реализовать, он спишется. Или, ну, потому что срок годности, то есть, чтобы мы тоже правильно… То есть, съедят его до вечера или едят, да? Да, ну, то есть, чтобы тоже правильно тут понимать про срок годности. Когда мы говорим про товар, у которого срок годности 5 дней, например, 4 дня, 3 дня, да? То есть, понятно, что последний день – это все еще товар свежий, хороший, все с ним нормально. Но завтра мы уже не сможем его реализовывать. И вот если, например, мы понимаем, что там вечером придут покупатели и это купят, возможно, нет смысла как бы использовать зеленый ценник. Если понимаем, что вот сейчас день уже прошел, вечером трафик спадает, может быть, стоит зеленый ценник применить. Что будет дальше с вашей программой лояльности происходить? Какие, может быть, есть наметки, планы, чем можно поделиться? Ну, планов-то много, их много всегда. Мы… В этом году у нас были некоторые изменения в программе лояльности, вот, ну, связаны просто с необходимостью скорректировать те, ну, как бы, затраты, что ли, которые вот идут на… идут на привилегии программы лояльности, ну, по объективным причинам, вот. Но мы хотим есть сейчас в поработке несколько интересных идей. Пока, ну, не могу сказать более конкретно, что это будет, потому что тут, ну, не так, что вот есть условно фича 1, фича 2, и мы среди них выбираем. Нет, есть вообще мысль, что они пересобрать ли нам программу лояльности вообще с нуля. Ну, это как бы такие… Я имею в виду, что горизонты того, в каких плоскостях мы размышляем, они довольно широкие. Но есть и конкретные шаги, которые, надеюсь, мы в ближайшее время сможем порадовать наших покупателей. Хорошо, будем следить. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.